Дед Мороз и Снегурочка Давай, я придумала Да, давай Так-так-так-так Ручья мои, ну мы вам дарим вот такой замечательный мишуру Чтобы в следующем году Вы оставались такими же счастливыми и веселыми И вели программу Wi-Fi По-моему, у нас развели клещи, чем билер тогда Да, чем билер, да, согласен Да ладно, окей, какое у нас будет испытание, по-жunction давай Ну что, раз давайте Ну можно танцевать Отлично Снегурочка, бери Деда Мороза в охапку и танцуйте с ней Музычку нам, музычку-музычку-музычку В эфире наш праздничный соседский вай-фай в студии Кирилла Васенина. И как обычно мы говорим о том, о чем говорит город. Подключайтесь. Ну и о чем же говорит город в эти прямо предпраздничные часы? Да на самом деле город, как и, наверное, любой город в России, сейчас говорит о двух вещах. Ну вот прям-таки глобально. Где взять селедку на салат под шубой? Да, где взять нержавую селедку на салат под шубой и сколько сегодня стоит оливье? О, кстати, у меня есть данные, я тут нашла рейтинг салатов, битва салатов, какой новогодний салат дешевле. Средние такие цены. Ну давай. По стране взяты самые дешевые, получается оливье. И все-таки же? На четыре порции 183 рубля. А вы все в кафе ходите оливье поесть? Ну, картошечки на 13 рублей, морковки на 6 рублей, огурчики маринованные на 50 рублей, ну у меня свои 50 рублей уже сэкономила, горошечек на 30 рублей, у меня тоже свой сэкономила, яички на 20 рублей, колбасочка на 43 рубля, майонезика на 20 рублей, вот вам тазик оливье. И то год 180, но мы сэкономили, в 100 рублей я уложусь с оливье. Ну, давай будем откровенны, четыре порции это не тазик, тазик это когда вот, ну мало ли, таты не была. Есть у нас замечательная традиция в Сарове, в Новый год ходить в парк Зернова. Мне доводилось бывать там в роли ведущего, и наблюдал эти замечательные картины, когда люди действительно приносили, ну не вымыли ровном тазу, таком, знаешь, 20-литровом, а существенная кастрюлька 6 литров, и в ней плавает майонезе оливье. Я это видел своими глазами, и они прям, вот ты понимаешь, они вот это все вот в маленькие рюмочки, все наливают, надеюсь, что это была вода. Конечно, что еще в Новый год? Вот это вот, знаешь, бутербродик с сальцем кусает. О, господи, все уже за столом и они работают, им вообще пошли, ладно, надо доработать. Короче, ладно, 180 рублей за оливьешечку, дальше селедочка под шубой. Селедочка под шубой. 290 рублей, то есть она на 100 рублей дороже. И крабовые палочки, 255 рублей, в среднем салат обойдется. 250 рублей? Да-да-да, там кукурузки на 100 рублей, блин, что за 100 рублей кукурузку покупать за 50 можно взять. Крабовые палочки за 90 рублей, рис за 11 рублей, яички на 30 рублей и майонезико на 20 рубликов. В общем, такие вот цены, такой вот, ну, оливье самый, самый доступный салатик. Я не знаю, как ты, но каждый раз, когда ты говоришь, яички... О чем ты думаешь? О перепелиных яичках? О перепелиных, конечно. Всегда казалось, что яйца-то, они куриные. Точнее, куриные, они только яйца, а яички... Перепелиные. Перепелиные. В магазинчике продаются. В упаковочках таких. Да. Вот так вот выглядят перепелиные яички. Хотел тебя спросить, есть ли у тебя новогоднее настроение? Задавила дедлайнами, Кирюша. Да почему? Да потому. Ну, как же это вот это восхитительное ощущение какого-то чуда, какого-то... А у тебя есть новогоднее настроение? А у меня есть новогоднее. Кусай меня немедленно, может быть, и мне попадет, передастся. А-а-а-а, да-да-да, чувствую, 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 огоньки в душе зажигаются. Давай подведем какие-то итоги, все что угодит. Может, проснется у меня новогоднее настроение. В этом году, Кирилл, родили мы с тобой не то сына, не то доча программы «Наш соседский вай-фай». Да, друзья, этому можно поаплодировать. Давайте все вместе, за своими столами нарядными, все местом поаплодируем. Помнишь, как все начиналось? Все было в первые вновь. Страшно было, очень страшно. Страшно было, очень страшно. В апреле. Как мы рожали, тут сидели, это название, придумывали столько вариантов. И хоп, соседский вай-фай. Как так получилось, что натолкнуло? А это замечательная идея, когда нам приносят подарки. Это восхитительная получилась идея. Она на ВА, Кирилл, на ВА. Никогда прежде на телевидении такого не было. Спасибо Якубовичу за то, что когда-то в программу «Поле чудес» пришла эта традиция дарить подарки. Теперь у нас есть свой музей, который мы вам покажем обязательно. А еще в этом году у нас вышло много новых проектов. У нас появился новый директор. У нас что еще? Дограда твоя, награда твоя. Да, награда. Но вот и спортивную, поскольку я еще и спортивную программу введу. Кстати, она есть у нас на ютубе, можно ее посмотреть. Итоговый выпуск по итогам года очень интересный. Мы же провели первый кубок по боулингу «Канал-16». Это было очень круто. Надо обязательно в следующем году продолжить эту традицию. Да, можно не ограничиться только боулингом. Можно и в бильярд поиграть, и в нарды, и в шашечки. Да. А еще мы в очередную акцию мы помогаем провели. Спасибо всем тем, кто участвует с нами в этой акции. Помогать – это всегда хорошо. Да. Так с тобой разговариваем. Такой насыщенный год был. Вообще пролетел, аж косынку снесло. Я даже, мне кажется, не поняла. Приходя на работу, дни пролетают очень быстро. Утром ты можешь находиться здесь на съемках в студии, писать какие-нибудь новости. А вечером ты можешь оказаться совершенно где-нибудь в другом месте, даже за территорией города, и снимать что-то уже совершенно неокровенное. Да, но при этом, несмотря на то, что жизнь, она пролетает, время пролетает так быстро, настолько насыщенные дни, со столькими людьми познакомились, столько всего интересного узнали. Это, мне кажется, самая лучшая работа – это работа на телевидении. Да, конечно. Простите меня, все прочие. Простите меня, радищики. Радищики. Газетчики. Ну и сотрудники Федерального ядерного центра, конечно. У вас хорошая работа. Да. Кирилл пытался 17 раз попасть вне. Это, кстати, да. Я тебе хотел сказать, что бытует такое мнение, что как будто бы канал 16 никто не смотрит. Никто не смотрит. Но как только вышла программа, в которой мы обсуждали перспективы, с Катей Ходюковой, кстати, была программа, обсуждали перспективы трудоустройства молодого сотрудника, молодого человека или девушки в городообразующей предприятии, когда я рассказал историю, что я реально 17 раз пытался устроиться внеф, и мне ни разу не получилось этого сделать. И я бросил это дело неблагодарное. Мне только ленивый не сказал, что он посмотрел эту программу. Только ленивый не сказал об этом. Нас смотрят. Отлично, отлично. И я верю, что сегодня, 31 декабря, 8 часов вечера, люди нарезают салатик оливье за 180 рублей на 4 порции. И да, и крабовые на 250. И смотрят они, между прочим, не иронию судьбы по федеральным каналам, а наш соседский Wi-Fi. Потому что здесь мы дарим новогоднее настроение. И мы обещали с тобой, Кирилл, в этом выпуске раскрыть, приподнять завесу тайны над нашим музеем. Пойдем покажем. Пойдем покажем, что у нас там. Пойдемте с нами. Вообще люди почему-то думают, что мы эти призы, которые нам гости приносят, оставляем себе. Да ладно, наш музей. У нас действительно есть музей, который мы готовы вам показать. Да-да-да, пойдем. Так, ну что у нас тут? Да, располагается у нас буквально таки... Столько всего. А давай вспомним, с чего все началось. Первый подарок. Все началось. Все, первый... Так, первый подарок у нас был самый уникальный. Друзья, он нам... Наш тогда еще не директор подарил Конституцию Российской Федерации, мол... За 30 рублей, за 30 рублей. За 30 рублей. Ну, вообще, главная стоимость Конституции, ценность. Не в ее бумажной стоимости, да, а в том, что она вроде как защищает наши права. А самое интересное, на твой взгляд, какой подарок? Мне больше всего нравится вот это вот, догадайтесь, что? Это... Помните, это котел, котел из Березки, директор Березки нам подарил. Мне кажется, самый классный подарок, вот если вот прям вот абстрагируют от всего, самый классный подарок сделан своими руками. Да, это понаехавшая Катя Хадикова нам подарила единорожку, как символ любви к правде. Журналисты за правду. Не менее, мне кажется, классный, это нам Андрей Етунин подарил. Тоже, тоже, каляка-маляка. Да, каляка-маляка. О, смотри, что мне попалось на глаза. Давай. Ху-ху, хоккейная клюшка команды Старого Инвеста с автографами. И к ней еще прилагается вот такая шайба. И еще к ней прилагается вот такой значок из Америки. Из Нью-Йорка. Да, и еще прилагался вот такой вот значок. Тоже с Нью-Йоркского мальчика. Да, легенды хоккея СССР. Это все Сергей нам принес. Макеичек. Макеичек. Еще один из самых запоминающихся подарков нам принес старлицент из пожарочайства Мир-1. Да, он нам принес вот такую инфляционную пожарную машину. И, что самое главное, он принес нам работающий отгетушитель. Он нам принес, да. Он нас стоит в другом месте, потому что потом они пришли к нам проверить и сказали, что отгетушитель ваша... А смотри, настоящий флаг на учебную машину. Да, а у нас есть вот такая вот штука. Потом, что это у нас? Золотая бута нам принес, насколько я помню, Анатолий Куликов, председатель федерации футбола. А помнишь вот этот эфир, когда... Нас развели на нем. Угу, нас в нем развели. Когда психотерапевт Виллер нас просто с тобой развел и провел нам сеанс-терапию прямо в эфире. Да, из театра нам с Лидой достались вот такие вот зонтики, где-то выглядели, я не знаю, потому что вот это мой. Ох ты ж! О, ракушечки Геленджика от нашего... Это второй прикол Петра Павловича. Действующий. Действующий фектор Петра Павловича, да. Да, что еще? Мне кажется, очень крутой подарок получился у Алика Кемала, который из Москвы приезжал к нам. Алик работал волонтером в Сочи во время Олимпиады и принес нам входной билет с одних из соревнований с горнолыжного центра «Роза Хутор». Очень круто. Кстати, к слову о волонтерах. Волонтерский значок от Елены Севцовой из чемпионата мира по футболу. Да. И еще, мне кажется, не менее крутой подарок нам подарил Александр Косинков. Он нам подарил почему-то гаишника. Ну, это копилка. Вот здесь есть отверстие. Никаких намеков, друзья. Никаких намеков, к сожалению. Но почему-то у гаишников здесь есть деньги. Он делится. Он делится со страждущим. Он говорит, ребятушки, вот, вот. Вот с этой руки можно будет сдать. Ну, и вообще много всего интересного. Здесь есть фонарь из театра, билеты ЕГЭ, афиша Алисы. Все, что осталось от армяча. Армяч был. Да, армяч нам подарил Петр Цой. Приходил к нам он летом во время, в самый практически разгар чемпионата мира по футболу. И принес нам такой своеобразный тандем из мяча и арбуза. Манишка детская футбольная. Манишка, да, детская. В общем, чего здесь столько нет, друзья. У нас очень интересный музей, и я верю, что в следующем году экспонаты в этом музее будут только пополняться. Да, и скоро мы начнем вводить экскурсии по этому музею, рассказывать молодым. Хотя, да, если честно, мне бы хотелось, чтобы нам принесли побольше еды. Побольше еды. Принесите нам побольше еды. Да. Кстати, мне кажется, что в следующем году можно запустить соревнование, кто принесет самый классный подарок. А в конце года следующего заценим и вынесем с уверенностью. Ладно, пока мечтаем, нам надо программу продолжать. Пойдем. Пойдем. Ну и к нашему новогоднему соседскому вай-фаю подключается, конечно же, конечно же, Снегурочка. Снегурочка, привет. Привет. Здорово. Волшебство. Снегурочка, сколько людей ты уже успела поздравить? Более 10 тысяч. Более 10 тысяч человек. Одну десятую часть Сарова? Да. Да ты что ж не покладая рук пашешь, дорогая-то наша? Ну, не только я, но и Дедушка Мороз. А где он, кстати? Удальники, корпоративы, анимки. Все на свете. Все на свете. Все на свете. Где Дед Мороз, Снегурочка? Снегурочка, где Дед Мороз? Ну, как обычно, как бывает волшебство, да, Дедушку Морозу нужно обязательно позвать. А если мы не зовем Дедушку Мороза, он никогда не приходит. Лид, тебя что, не учили в садике, что Деда Мороза надо звать? Готова? Не уверен, но давай попробуем. Ну, давайте, репетировай, да? Да. И Дед Мороз, что мы говорим? Приходи, да? Дед Мороз, приходи. Дед Мороз, приходи. На 3-4. 3-4. Дед Мороз, приходи! Алло, алло. Ой, ура. Я приятный Дед Мороз. Кс, уйди. Я присяду. Тебя еще посидишь, а я еще похожу. Давай, старый. Хорошо, обойду тогда. О, боже мой, как ты дошел-то, дедушка? До жизни такой, дедушка. До жизни такой? До жизни такой? До жизни такой? Она довела. А она доведет, да. Еще как довела? Вся весну не довела на мать. Какие из отношений между Дедом Морозом и Снегурочкой? Ну, она внучка ж. А кто-то говорит, жена. Жена? Кто она тебе, Дед Мороз? Она, внучка, вроде как по паспорту была. Понял. А жена где твоя? А жена где твоя? Я бы тоже интересна. Вот как ухлестала в начале года, так и не вернулась. Ухлестала? За кем? За Санта-Каусом? Клаусом? Ну, как-то в песне. Это только там при Снегурочку было. Это мы вместе шли с Камчатки. Она ушла и никуда-то почему-то не дошла. Я хотела спросить, ты как самый главный новогодний действующий лицо, самый главный волшебник, вот как создать себе новогоднее настроение так, чтобы оно грянуло в тебе из всех орудий? Спасибо большое. Как вариант, и самый главный, я причем сказал, без этого никуда. Кстати, да, Зураб, человек, который, собственно, сделал вот всю эту красоту здесь для нас, постоянно за кадром, в кадре не было. Зураб, зайди, пожалуйста, народ должен знать героев в лицо. Начнем создавать новогоднее настроение с тебя. Ну вот наше первое новогоднее чудо в студии произошло. Появился наш исполнительный директор Зураб Гвагвали, человек, который делает все, чтобы вы видели канал 16 в эфире, но которого никто не видит. Зураб, каково тебе по эту сторону камеры? Некоторые говорили, что его не существует. Существует. В эту сторону лучше мне, мне комфортнее. Что ты там говорил, как создать новогоднее настроение? Как создать новогоднее настроение, Зураб? О, давай, имя себе запишем на заметку. Молочка? Компотик. Компотник. Забродившийся прошлогодний? Новогоднее настроение, оно всегда присутствует, если рядом тебя окружает любимая семья, любимые коллеги, хорошая работа. А с нами у тебя новогоднее настроение? Да, только вы мне немножко испортили, пригласив на эту передачу. Ну что, Зураб, зато у тебя есть уникальная возможность для того, чтобы загадать какое-нибудь одно классное желание. Бери деда за посох волшебный. Подержись за посох. Давай. За этот можно тоже, да. А деда бы кто спросил? Хочу, чтобы мы через год в этом коллективе, с этим народом, мы также отметили наступающий Новый год, чтобы каждого в нашей семье было благополучие, здоровье. Мы приходили на работу с веселым настроением и также уходили. Ну и с надеждой, с новым директором, так как в этом году он был не один, не два. Три директора был в этом году. Так что надеемся, что у нас будет все хорошо. Про зарплату скажи. Про зарплату не буду говорить, потому что он рядом стоит. Поэтому, ну и всех с наступающим Новым годом, на самом деле, желаю всем благополучия, здоровья, удачи. И пускай вам будет так же весело в девятнадцатом году, как каналу «16» иногда. Ну давай, дед, колдуйте. Ну давай, колдуйте. И раз, два, три. Баба! Теперь мы немножко поколдуем, и на месте Зураба у нас появится еще один человек, который всегда работает за кадром. Александр Бальков, давай, дед! А вот и появился Саня. Кстати, дед, человек, который делает волшебство в нашей программе, это Саня. Сань, сделай музыку. Отлично. Красавчик, Саня. А, Сань, сделай снежок. Отлично. Саня, сделай деду Морозу рога. Это не его. В общем, Саня, у нас все. Кальция маловато у меня есть. Саш, привет, Саш. Здорово. Вот, ну слава богу, говорите мне. Саш, зачем для тебя запомнился этот 2018 год? Футбол, наверное. Выиграл, проиграл. Сколько выиграл? Сколько проиграл? Да, сколько выиграл, сколько проиграл, Сань. Коммерческая тайна. Все мои деньги не бросают. Ну ты в плюсе или в минусе хотя бы скажу? Конечно в плюсе. В плюсе. В плюсе. Удача присутствует на стороне Александра. А почему мы не почувствовали, что ты в плюсе? Не, разобься, что-то почувствовала. Ну шоколадочку приносила, пирожечки. Только снегурка у нас, по-моему, почувствовала, да? Да, я очень хорошо почувствовала. Прям шире выросла шоколадочками. С Санинами стараниями ты выросла в шить? Да. Сань, ты молодец. Я знаю. А пузика прибавилась? Пузика нет, но попа прибавилась. Ладно, Сань, я понимаю, что тебе этикал. Давай, бери Дед Мороз за посох. Возьми за посох. Узоверят тут, а? Таралант. И загадай желание. Стучать, пожалуйста, загадать? Я загадал, я загадал. А мы не слышали. А вслух? Да. Нельзя просто такое произносить. Наташка будет после тебя. Саш, если что, ты сам запикаешь, давай. Я не хочу вслух и договорить. Ну ладно. Вот, вот, все. Наташ, хватит копаться в телефоне, ты в эфире, а? Самое интересное, новости. Какие новости? Забудь про свой телеграм, он вне закона. Все, 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 все. Тебя оштрафуют скоро. Да, Наташ, ты знаешь, что загадал человек, который все делал до тебя? Чтоб ты посидел на его месте. Желание исполнилось. Наташ, чем тебе запомнился этот год? Так сразу не вспомнишь, да? Столько новостей. Муж и жена одна сатана. Год запомнился чемпионатом мира. А ты с Саней, да, его отмечала, этот чемпионат мира? Саней? Наташ, расскажи нам, по какому принципу ты ищешь новости? Сидишь все время в своем телефоне, рассказываешь нам о какой-то ерунде. Я очень люблю телеграмы, и мне будет очень жаль, если его все-таки закроют. А если тебя сейчас закроют после такого признания? Саня, сделай здесь решетку. На самом деле, именно там, в таком очень быстром режиме онлайн появляются все самые важные и интересные новости. И я всегда выбираю новости по принципу того, что было бы интересно людям вокруг меня. А я думаю, я несу чушь и стараюсь ее не расплескать, потому что хороша только полная чушь. Золотые слова, Лидия Валентиновна, золотые слова. Ну и пока ты тут в оффлайне, вот тебе дед, вот тебе посох, хватайся, загадывай желание. Я себе по-другому пью. Ну что, если к моему посоху ты тянешься, а? Ты его хотя бы моим? Ты такой нежный салфеткой протирал, пока шел. Он даже простит уже. Я хочу, чтобы в следующем году в городе нашлись средства на новый, уютный, большой, светлый приемник для бездомных животных. О, какое здоровское желание, его обязательно нужно исполнить. Будешь исполнено. Дед Мороз обещал. Сам собирайся, пойду, сейчас в шампочку сниму, а там постою. Хоть что-то меня, что кто-нибудь накинет. Точно. А если больше играть на гитаре, то еще больше накинет. На балалайке, медвестру на моток. Подождите, а вы знаете, Дед Мороз вообще танцует хорошо. А ну сбасай, Дед, трейдчик. Давай, Дед. Саня, Даня, музыка. Мне очень понравилось. Я надеюсь, что он волшебный. Это да. Мало кто знает, но Дарья, перед тем, как зайти в нашу студию, где меня пишут соседскую файлу, я сделала пук. На голове. На голове. Пук на голове. Мы стоим сзади, посмотрим, как будет дальше развиваться событие. Заметьте, это волшебный пук. Ладно. Ну что, там присоединились еще и Дарья, Цепарина, Дашка. Привет. Пук на голове, это такой акробатический элемент. Пук на голове, акробатический элемент? Ну да, пук на голове. Чтобы сделать пук, нужно встать на голову. А, ладно, все. Господи, о чем она? Ты же говорил, что это самый женский юмор, он... Да, это просто новогодний вай-фай, все уже празднуют. Даш, чем запомнился тебе этот год? Чем тебе запомнился этот год? Мне этот год запомнился тем, что он очень быстро прошел. Да. С возрастом вообще время быстрее начинает бежать. Да, Дед? Да, Наташа? Ой. Как там про возраст, я вообще сказал. Тот день-то не помнишь, как вчера прошел. Пусть корпоративы башка болит до сих пор от вас. А, кстати, вот мне интересно, вам платят за корпоративы? Ну что вы, что вы, какие деньги, Дед? Натурой. Натурой? Или с субпродуктами, там сухпоек дают, иногда попить нальют. Ну как меня нальют попить, так я и в пляс иду. Ну мы видели, ты хорошо отжигаешь. А много у тебя Снегурочка забирает из дохода? 99. 99, ну она такая, да, у тебя девка-то легкая. Еще и шуба просит, и этот бла-блафон, как его там, огрызка-то. Бла-блафон, ага, с огрызкой, понятно. Отлично, отлично. Даш, мы тут все загадываем желание. Для этого нужно подержаться за волшебный посох Деда Мороза. Вот заеду. Он так прикольно горит. Вслух. А что, вслух? Я мечтаю, что когда-нибудь мне и моим коллегам на нашей любимой, замечательной работе будут платить 13-й зарплату. И автомобиль! Тогда это не ко мне, это не моё посылание там директора. Пожалуйста, держись на него. Я так хорошая первая жизнь сижу между Деда Морозом и Снегурочкой. Отлично. Ну иди сюда. Они такие горяченькие. Можно я вот так сделаю? Ты не ты, а то растает, да. Там не только растает. Под вашими фонарями тут что угодно растает. А что у нас волшебства-то не случилось? Никто между ними не оказался? Дед, ну ты чего в самом деле? Ну, стучи, давай. Давай-ка. А, Костя, Костя, он же нас снимает. Костя, иди сюда. Так много про тебя все слышали, но никто тебя не видел. Здравствуй, Костя. Друзья, это тот самый человек. Тот самый Константин Островский, он же Григорович, он же Ленский. Костя! А у тебя, как помещаются три личности в тебе? Не знаю. Это шизофрения называется. Да, 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 кстати. Или биполярное расстройство. Ну, кстати, Костя работает практически... Какое расстройство? Биполярное. Практически с основания канала он пережил всех существующих директоров, главных редакторов, операторов, журналистов. Всех пережил. 84 года человеку. Смотрите, как хорошо выглядит. Это все работа на телевидении. Да. Это Гелрун. Единственное, что... Смотрите, он и сеть только начал. Довели. Это да, довели. Что бы ты хотел пожелать всем тем, кто нас смотрит? Побольше на зарплату. Вам, друзья, всем побольше на зарплату. Всем. Всему коллективу имеется в виду. А городу? А городу. Ну и городу. Пусть живут как живут. Ну и город. Пусть живут. А как же пенсионный возраст уменьшить? Как же пенсиям подешеветь? Что ж никто не думает? Если будет хорошая зарплата, значит и пенсиям будет дешевле. Если зарплата поднимется, поднимется. Здесь такое и все. Слушай, дед, ты как старый дед сидишь ворчишь, а? Мне всего, что 5000 лет. У нас даже Костя меньше ворчит, чем ты. Так он еще малой. Я еще до меня ходить и ходить. Я младенец. Ну ладно, давайте Костя зарплату загадывает, а ты давай пенсию. И стучите после. Давай, держись. Готов? Схватился. Раз, два, три. Ура! Ну и, в общем-то, я думаю, пора совершить чудо и пригласить сюда того, от кого зависит зарплата, по крайней мере, в нашем коллективе. Ну, мы про нее говорим, а еще ни разу, да. Господин директор, просим! Товарищ директор, у нас тут разговоры до вас были про зарплату. Я очень рад за вас. Все загадывали желание, держались за посох. Ты исполнишь желание? Ну, сейчас подержимся за посох. Ну, я надеюсь, что заедут подержимся. Конечно, а как? Не, ну, может, есть зарплаты посох просто. Ну, у каждого волшебника должен быть свой посох. Ну, и сомнение. Ну, или как минимум волшебная палочка. Петр Павлович, чем вам запомнился уходящий год? Ну, событий было очень много. Вот, ну, для начала то, что я влился в этот чудесный коллектив. А вы знаете, что вы третий директор за этот год? Ничего страшного. Я смирюсь с этим. Главное, чтобы это... Как это, все успели посидеть, да, на этом месте. Дед для вас приготовил подарок и задание. Да, Дед, рассказывай. Ну, да, загадочку хочу вас загадать. Я вот тут на корпоративе с одной барышней познакомился. Так. Симпатичная? Симпатичная, симпатичная. Как ее? Зимняя баба. Вот. Я говорю, приходи на чай, а адрес я забыл. Вот откуда родом у нас зимняя баба? Зимняя баба? Зим-ба-баба. А, и зим-ба-баба, и зим-ба-баба, и зим-ба-баба. Слушай, ты на сумме директор. Я, походу, пошел, пока адрес не забыл. Ну-ка, сиди. Я подскажу тебе, дед. Ты отведешь опять в лесу. Так она там растает, слушай. У нее все нормально, она масло-то смажет, как загорит. А, слушай, а Дед Мороз-то загорел, их любит. А то, а ты что, у меня все блинные ходят по лесу. А тут хоть какое-то живое тело будет. Вот такой. Чего бы хотелось пожелать жителям города в этот Новый Год? Ну, в этот Новый Год. Что, запосок хвататься? Нет, пока просто. Я приготовлю. Ну, желаю. Вот этот посох. На самом деле, желание-то одно, и самое главное, это здоровье, как бы личного здоровья, здоровье детям, здоровье общественного. Вот, потому что есть здоровье, голова, руки, ноги, как говорится, а все остальное приложится и сбудется. И бог с ней с зарплатой. Да. Ну что, теперь для себя что-нибудь загадывай и стучи по сухому. Только слух загадывай. Только говорят, можно слух не загадывать, да? Нет, нет. Это только одному человеку позволено, он потом на монтаже отобирается. Да. Загадать я хочу... Обеими руками бери. Обеими? Хорошо. Да ладно, одно из хватит. Нет, нет, двумя-двумя. Двумя, да? Чтобы, как говорится, все у нас было, и ничего нам за это не было. Но по-хорошему встретить следующий Новый год в такой же дружной, веселой компании. Чтобы не три директора в год менялась. Хотя бы один. Ну, хотя бы не менялся. Ладно, давай. Давай. И раз, два и три. Будем исполнили. Дорогие сыровщане. Дорогие ребятишки, девчонки, мальчишки. Сколько бы вам ни было лет, я всегда буду намного лет старше. Для меня вы всегда будете маленькими детьми. И поэтому никогда не забывайте верить в чудеса. Верите в наше волшебство. А пожелать я хочу в наступающем году всех вам благ. А самое главное, счастья, здоровья и побольше денег. Ну, конечно, я же хочу тоже пожелать, как бы и плохого немножко вам скажу. Я хочу, чтобы побольше у вас было слез. Чтобы спотыкались вы и падали. А слезы были... Что происходит, Дед? А слезы, чтобы были, от счастья. Чтобы падали вы в объятия. И спотыкались вы не только в 13-ю зарплату, но и от побольше премии. Ура! Вот это, вот это. Вот это, вот это. Ну, вообще, если серьезно, друзья, спасибо, что этот год вы были с нами. Смотрели все наши эфиры, поддерживали все наши новые проекты. Я надеюсь, вам понравился этот наш шуточный соседский Wi-Fi новогодний. Вы увидели всех тех людей, которые работают за кадром. Это возможно только в канун Нового года. Ну, а с следующего года уже, с января, вас ждут новые эфиры, новые интересные гости, острые темы. Обсудим все то, что обсуждает город. Оставайтесь с нами. Ну и... С Новым годом! С Новым годом! С Новым годом! Вы наше традиционное селфи на память. Все, кто был в этой студии. Мэджик!